О, здесь даже свет есть. Супер, посмотрите, где я припрятала свой велосипед. Я не знаю, законно ли здесь я нахожусь или нет, но в любом случае проверим, проверим, украдут его или нет. Прикиньте, я прихожу, а здесь закрыт замок, и как попасть? Ну ладно. Здесь просто вот стоят велосипеды, но они все присобачены. Вот, вот, но вот этот вот только один единственный стоит. Просто так. Хочу запомнить этот день. Сегодня 20 января, и сегодня я покупаю свой первый велосипед. Нет, это не мой, это Аня. Мы тут шли-шли и нашли распродажу. Знаете, как в типичных американских фильмах все выставляют с гаража и продают. Вот, мне понравилась шляпа за 1 доллар, и там еще напитки можно взять себе попить. Смотрите, какой я пиджачок выхотела. Это дизайнер, как мне сказала Анна. Смех я очень какой-то, очень, прям очень крутой. Посмотрите, в хорошем состоянии. Да, я вот только тоже хотела сказать. И эти реально новые. Забавно, забавно. Ездит вроде тоже хорошо. 30 баксов всего лишь. Не знаю, где этот мужчина берет его. Но у них его много. Нашли мы на Креклесте. Точнее, Анна нашла там. Спасибо. Смотрите. О, две подружки. Я даже не знаю, как объяснить то, что сейчас у меня происходит. В принципе, у меня все хорошо. Но я очень, очень восприимчивый человек. И каждое утро, когда я просыпаюсь, да, и, допустим, я вот выставила новое видео о каких-то просто разговорах. И мы просто сидели с Анной, болтали. Говорили о политике, немножко о геях, о том, о всем. И с утра я просыпаюсь, читаю комментарии. И эти комментарии, знаете, по типу, ты там такая тупая, там, необразованная, обратно становишься мужиком. Ну, это типичные комментарии, которые я получаю за последнее время. То, как я постриглась, то, как я покрасилась ужасно. То, что вот недавно мне написали о том, что, ну, от чего шла к тому и пришла, знаете, типа, ну, была мальчиком, обратно вернула. Ну, пыталась-то девочка, но обратно вернулась в мальчика из-за того, что я просто постриглась, покрасилась. Не знаю, для меня на самом деле тяжело, тяжело просто находить силы, снимать что-то. И в первую очередь, YouTube это мое детище. Я вот сейчас говорю, ну, могу заплакать, потому что, ну, когда обижают меня, мой канал, мое творение, моих людей, Ольга Бузова немножко во мне проснулась, это обидно. Это обидно, ты снимаешь, стараешься, что-то делаешь. Но я не люблю, повторюсь еще раз, чтобы меня жалели. У меня все хорошо, да, мне тяжело. Да, бывают моменты, когда мои подписчики суперклассные, суперпозитивные, желают мне добра и счастья. Ну, и я вам тоже желаю добра и счастья. И даже те негативные комментаторы, которые пишут вот эту вот всю ересь, forever, типа окей, я все равно продолжу снимать, я буду творить. И хочу сказать, веду к тому, что YouTube для меня больше как, знаете, такая душина. Я хочу здесь заниматься творчеством, просто показывать свою жизнь, показывать, рассказывать себе. Я не хочу показывать какие-то красивые картинки или там говорить, что, ой, как все круто, как все классно. Нет, это жизнь, и она бывает жестокой. И помните, я вам говорила когда-то, что скоро все изменится. И не могла вам точно сказать, что я боялась, что кто-то сглазит, кто-то сделает... Ну, да, я восприимчивый человек, кто-то сделает порчу. Но когда я собиралась в Америку, я никому не сказала. Даже моя бывшая подруга, самая близкая, с которой мы прообщались 4 года, не знала о том, что я еду в Америку. Знала пару человек. Вот, и сейчас тоже у меня в жизни будет все меняться. Все будет сейчас тоже все будет по-другому. Я не могу тоже всего рассказывать, хотя я и так на полную, на все 100% открываюсь. Ну, ладно, не на все 100%, но, возможно, на 90-80% я открываюсь, рассказываю, что у меня в жизни. Не знаю, кто такое вообще делает. Одна я, наверное. Мне такая галочка. Веду к тому, что, как всегда, мысль ушла. Короче, неважно. Скоро все поменяется, и те комментаторы, у меня уже рука отекла, и те комментаторы, которые пишут, а вы сбрасываете ей деньги за то, что она там сидит. Да не, нормально она. Анна уже пришла, я не знаю, как она вышла. Ты через парковку шла? Через черный ход. И вы, типа, сбрасываете ей деньги, пусть она лучше идет работать. Да, я бы с удовольствием, но не так все просто. Жизнь, она такая непростая штука. Я вам скоро все расскажу. Я для вас готовлю, готовлю видео. Вот. Вы потом дальше все поймете, что происходило за этот период, пока я находилась в Америке. Вот, ребят, люблю вас, ценю. Сегодня у нас по планах. Извините за такую монотонную речь. Может, кто-то уже переключил, может, выключил. У нас сегодня по планам ехать кататься. Анна, здравствуй. Он меня велик, и сейчас мы еще за ним поедем. А где твой? Анна Погубь. Ну, идем? Джонни, 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 Джонни. Мы сейчас хотим поехать с Анной на велосипедах покататься. Пять километров нам нужно проехать, чтобы добраться до одного очень красивого места. Там есть конячки, конюшня, собачки тоже есть, мея тоже есть. Надеюсь, мы сможем подняться на гору с велосипедами, потому что, на самом деле, на велосипеде в Лос-Анджелесе, ну, как-то тяжело передвигаться, потому что он весь вот такой, вот, знаете, в холмах, в горах. И когда вот я спускаюсь с Голливуда куда-то, ну, вообще просто спускаюсь с Голливуда, да, просто запуститься, например, ехать в сторону Санта-Моники. А вот если с Санта-Моники подниматься, это, конечно, тяжело. Даже приходилось, мне приходится просто вставать с великой и везти его, так как он просто обычный, не горный, ничего. Поэтому такие вот дела. Где мои собаки? А где мои собаки? Ау, какие собаки, вот мои собаки, жопки, собаки, 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 собаки. Кам-то-мир, кам-то-мир, мой дир. Ой, опасные девчонки выезжают. Мальчишки, берегитесь. Ой. Ой. Тришки. Это было на камеру, я надеюсь. Ха-ха-ха. Сосок. Да, мы там, где нужно. Сосок. Класс. Ну, поехали. Как Анна сказала, посмотри, как будто бы там какой-то замок за этими воротами. И мы вот стоим и думаем, что, вот прикиньте, судьба этих людей, почему сейчас там никто не живет. Замок на двери. К сожалению, я не могу подойти ближе, потому что это уже будет считаться проникновением на чужую территорию. Но вот с уголка мы пытаемся заклинуть, и там, там, походу, что-то было нереально. Вон, какие-то крыши виднеются там где-то. Да. Да. А сейчас здесь никто не живет. Недавно, фон. Смотри. Ну все. Паутиной покрылась. Мы приехали в тупик. Надеюсь, эти... Эта калиточка откроется. Нет? Просто дальше некуда. Хотя по карте показывают, что еще вот так, вот так, вот так можно проехать. Сейчас остановимся, посмотрим, что здесь у нас. Может, это вообще частная территория? Как пахнет! Ты слышишь этот запах нереальный? Давай откликнем туда мальчику, что... Сори! А, это твой телефон, я думаю, что это за херня? Это камера наблюдения. Мы наконец-то добрались. Вот карта этого как бы ранчо, что ли, не знаю, как правильно сказать. Это владелец, который здесь когда-то был. И вот это вот все, вот это вот, вот это вот все было его. Что скажешь? Класс, воздух клевый. Не хочешь на музей пойти посмотреть? Что здесь... Ой, какашечками пахнет. Что здесь раньше было? Какая старая. Так, прикинь? Она же ездила когда-то. Да. Сюда заезжала, выходила, дала пьемку. Не говори, я прям представляю эту картину. Прикинь, как круто вообще. Эй! Сейчас укусит еще. Руку тебя тяпает. Какой большой. Слушай, у меня морковка есть. Я так счастлива, что я здесь сейчас нахожусь. Так забавно жует. Ты такой милый. Только я боюсь, что ты мне лицо не откусил. На. Ой, так кушать хочется. Проголодались мы, надышались свежим воздухом. А вот если бы мы знали, приготовились, давай в следующий раз. Возможно, будет у нас, возможно, взять машину. Если будет, конечно. Возьмем с собой пикник, устроим и собак. Точно, точно, точно. Давай? А, вон там наверх типа подниматься. Может, что-то полегоняло. А, они подумали, что мы лесбухи, кстати. Все, многие. Вот как я у Анны ночую, там выходим с собаками гулять или идем просто вместе. Или за ручку, помнишь, мы шли и все такие, ааа, типа, ааа, какие-то милые. Да, они прям вот реально сидят, там что-то делают. О, вы такие милые, типа. Спасибо. Да, неплохо. Мы нашли переход и сейчас пойдем по нему. Смотрите, какое эхо. Ааа, все подписывайтесь на мой YouTube-канал, на Instagram. Люблю вас. Ууу, вот это картина. Там свет в конце туннеля, а точнее океан. Ну, все, ребят, мы выбрались на телевизацию. Вот океан, закат, и мы едем кушать. А там вот где-то вдалеке Санта-Моника. Ура, наконец-то мы садимся кушать. Это такие вот варенички с грибами. Это ужин Анны. И вот ее сосиски. Это вегетарианские сосиски с шпинатами. Да? И сейчас будем смотреть какой-то мультикелефильм. when you get there, when I know I could buy any car, any house. Да, конечно. Давай, давай. That happiness lasts two seconds. That is not my real happiness. That's not where I find happiness. And I'm so blessed that I've got to experience this at such a young age and learn that. And touch the sound of silence. In the naked light I saw, ten thousand people may be more. Вот тебе Андрей Петров с твоим Старбуксом. Вот как бухать надо. Russian TV. Хочу вас предупредить, будьте очень аккуратны и внимательны. Особенно ночью в любом районе Лос-Анджелеса, где бы вы ни были. Голливуд, Беверли-Хиллз. Даже там опасно бывает иногда. Мы сейчас находимся на Санта-Монике. Пьер. И вот как вам объяснить? В сторону Виннеса. В ту сторону. Лучше вообще не соваться. Потому что мы вот только что шли по улице. Из адекватных людей. Но мы втроем только были. Остальные вот просто... Ну, адекватные и неадекватные. Но все равно мы в состоянии были. И там, не знаете, не трясли головой. Не бурмочали себе что-то под нос. Ну, типа, очень стремно было. Всех лавки-чавки. Бай!